Первое десятилетие 20 века для Москвы ознаменовалось реализацией масштабного и амбициозного проекта строительства Московской окружной железной дороги. Естественно, подобное строительство было бы немыслимо без возведения многих инженерных сооружений, среди которых было построено и множество мостов и водопропускных сооружений. Значительная часть из этих сооружений дошла до наших дней, и мы можем любоваться ими на разных участках теперь уже Московского Центрального Кольца. Но некоторые из них сохранились в московских подземельях, и чтобы увидеть их, придется преодолеть немало трудностей. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степову. Сегодня мы продолжаем нашу серию репортажей о подземных реках Москвы и отправляемся в реку, которая называется Сосерка. Залаз здесь, можно сказать, достаточно удобный. Заходить мы будем с портала. Правда, там сейчас лед, и некоторая сложность будет проложить себе дорогу через этот лед, потому что ступать там на него уже опасно, чтобы не повредить заброд. Итак, вперед! И вот там вот она протекает уже этой стеной. Мы сейчас будем, да, помать лед потихонечку. Пошел? Серьезно? Блин, я-то больше вешу. Вот как сейчас напарник будет штурмовать этот же заледеневший участок. Просто есть риск, если лед провалится, то повредить заброды, а кромку льда. Судя по мешкам, можно предположить, что здесь какое-то время назад была реконструкция в этом коллекторе, и дальше рабочие бросили все как есть. Река Сосинка протекает на востоке столицы и является одним из истоков Хопиловки, самого крупного левого притока Яули. Своё начало она берет за пределами МКАД, на южной окраине поселка Восточный. Общая протяженность водотока до слияния с Серебрянкой, которая, собственно, и считается началом Хопиловки, составляет более 11 километров. В коллекторе река очень полноводна и местами с достаточно сильным течением. Именно поэтому некоторые участки и доставили нам немало проблем во время передвижения по коллектору Сосинки. Такая, она очень тёплая. Это и есть от слива в стадии? Нет, это намного дальше, намного дальше отсюда, в районе Гальяна. Другой подруга у вас, опять, тёплая. Это, конечно, всё это не есть. Немного отойдя от портала, мы упираемся в две трубы, заполненных более чем наполовину. И здесь вдоль воды, над водой стелится пар. А ещё интересно то, что здесь проводились ремонтные работы и проложена проводка. Там у портала уже на полу валялась упавшая лампочка. Не так давно этим коллектором занимался Мосводосток. Ой, немножко упал. Да, немножко. Или это мы подняли волну? Не, а вот здесь упал, вот здесь упал. Да, в общем, нам сейчас надо преодолеть эту камеру, где сходится, получается, здесь раз, два, три, четыре коллектора, как бы сходится в одной камере. И дальше будем штурмовать большой четырёхметровый коллектор. В общем, с некоторыми приключениями мы дошли до камеры, дальше которой начинается уже более чем четырёхметровый коллектор. И глубина здесь на поясе станет вот такая же выше. Я на полхой штатизм. Да, сейчас подам. Давай. Чтобы голову не топи. Рюкзак высоко ещё. Ну что там? Нормально дальше? Ну, отлично. Мы продвигались вперёд, преодолевая участки реки с большой глубиной, рискуя залить заброды. Шли по камням, то и дело спотыкаясь, пробираясь сквозь густую перену тумана, местами заволакивавшего весь коллектор. Мы знали, что впереди нас ждёт сохранившийся исторический участок, спрятанный от дневного света посторонним взглядом в потьме коллектора. Всё-таки преодоление в этот участок, там было выше, чем по поясу, фактически заливало по краям заброд, и мы оказались в этой просторной 4-метровой круге. Но дальше я начну ещё приключения. Там, в среде, развязка. Вот это вот истечение с коммуникацией вперёд, на этих кадрах будет видно, там проходит дуной градусной коммуникации, а за ней будет истечение с основной коллектором. Точнее, вот этот вот, вот этот кусок реки, он подает на основной коллекторе. На этом наши приключения не закончились. Ну, сейчас тоже будет интересное место. Которое не так просто будет преодолеться. Основная проблема – это комедистое рно. Не опасность каждой секунды успокоиться. Для того, чтобы примерно были понятны масштабы этого коллектора, напарник у меня рост сколько? Метр восемь? А? Метр девяносто. Метр девяносто. Я не надеюсь, что это. Это примерно для того, чтобы передать масштабы этого коллектора. Прошли сейчас интересный момент. Вот здесь маленькая подкрючка находится, и из неё очень хорошим потоком текла вода, что пристала аж на противоположную стену. И подняло уровень воды около 10 сантиметров в этом коллекторе. Вот видно свежая отметка. И вот мы приближаемся к ещё одному живописному участку. Здесь, кстати, подкрючка. А впереди участок очень похожий на припортальный участок. Там идёт прямоугольный коллектор, разделённый на две части бетонными секциями с сделанными в них вырезами словно окна. И даже есть вот такой вот дверной проём. Очень необычно. А ещё не встречал вообще подобных решений. Очень интересное и необычное решение. И по количеству мусора, висящего почти под потолком, тоже несложно предположить, что заполняется это всё до потолка во время дождей. А уходит этот коллектор в две круглых трубы, имеющих диаметр немногим более метра. Интересное тоже решение. Та часть, откуда мы пришли с четырёхметровым коллектором, через неё идёт меньший расход воды, нежели здесь. А здесь в эти две полторашки уходит большая часть основного потока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сосенька река достаточно полноводная и непростая для прохождения даже зимой. И, конечно, не хотел бы я оказаться в её коллекторе летом во время внезапно начавшегося дождя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, этот коллектор высотой порядка трёх с половиной метров затапливается полностью. И поток с такой силой здесь клещет летом, что вот эту лестницу просто погнуло под 45 градусов. И посмотрите, сколько мусора на неё налить вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вышли в сухой обгонный коллектор, который идёт параллельно тому трэшу, что творится в основном русле. Здесь усиливается влажность, туман. Ну, собственно, мы практически дошли до того места, до которого хотели, до исторического коллектора. Население под железной дорогой. И тут чёрный лив. Снимай. Да, ну это часто бывает. Напарник наступил в воду и поднял много-много чёрного лива. Там и газы могут скапливаться, болотный газ. Мы дошли, собственно, до того самого участка, ради которого сюда и отправлялись. Это часть коллектора, историческая, проложенная под железной дорогой. Сложен он был, судя по всему, из Белого камня. Между станцией Белокаменной и следующей станцией Черкизова окружная железная дорога пересекает на 13-й версте каменную трубою, отверстием две сажени, речку Сосин. Техническое описание Московской окружной железной дороги. Недаром говорят, вода точит камень. Обратите внимание, какие выемки образовались в стенах этого коллектора. И интересно то, что наверху сохранилась часть гидроизоляции. То есть когда-то, скорее всего, когда этот коллектор строился, здесь была предусмотрена гидроизоляция. Вот здесь, вот хорошо можно видеть, достаточно толстый слой гидроизоляции. Сантиметр-полтора, наверное. Интересно, что с обратной стороны портал коллектора имеет немножечко большую высоту. Возможно, он достраивался, возможно, это как-то связано с рельефом местности. Вот тут, возможно, хорошо видеть, что большая часть коллектора немного ниже при портальной части. Здесь очень сильное течение и очень неудобно идти. Из-за этого течения. А там, дальше, небольшой треноугольный участок, уже современный. Здесь сохранилась часть опаубки. Очень красивое и очень атмосферное место. И здесь на стенах поразительно красивые натёки. Где-то белоснежные, плавно переходящие в жёлтый, палевый оттенок. И очень бурный поток. Держи. И это. Спасибо. Ну вот, на сегодня наше небольшое приключение благополучно завершилось. И мы сейчас отправимся к месту, где я бросил машину. Ну и далее по домам. Итак, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. Не забудьте поставить большие пальцы вверх. И подписаться на наш канал, если вы этого ещё раньше не сделали. Всем пока!